МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 20 марта родились. Иван Мазвепа, гетман Украины, перешедший в ходе Северной войны на сторону Швеции. Министр внутренних дел Российской империи Дмитрий Сипягин. Святослав Риктер, один из величайших музыкантов 20 века, пианист. В этот день 20 марта 1535 года началась денежная реформа Елены Глинской, первая централизованная денежная реформа в истории страны. 20 марта 1699 года впервые был вручен Орден Святого Апостола Андрея Первозванного, высшая награда Российского государства. 20 марта 1935 года под Москвой заработала радиовещательная станция имени Коминтерна. Она была в два с половиной раза мощнее любой другой радиостанции в мире. В этот же самый день в Германии был основан первый концлагерь Дахау. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дахау – тихий и ухоженный средневековый городок неподалеку от Мюнхена. А еще это первый концентрационный лагерь. Реализация системы изоляции, а позже уничтожение неугодных элементов началась здесь. Лагерь Дахау появился уже в год прихода нацистов к власти, а узники его освобождены только 28 апреля 1945 года. В среду неподалеку от Дахау будет открыт первый концентрационный лагерь, способный вместить до 5000 человек. Все коммунисты, а также функционеры партии социал-демократов, которые угрожают безопасности государства, будут содержаться здесь. Рапортовала накануне черной даты нацистская пресса. Дахау создал Теодор Эйки. Это он сформулировал принципы управления этим концлагерем и всеми другими. В частности, над смотрщиками работали сами заключенные, широко использовали рабский труд. Лагерное население поставлялось для бесчеловечных медицинских экспериментов. До начала войны заключенными были граждане Германии, коммунисты-маргиналы. Потом в Дахау потянулись первые колонны пленных – поляки, французы, с 1941 года красноармейцы. Они пребывали туда не в столь большом количестве, потому что ближе к фронту существовали куда более крупные лагеря, как, например, Освенцам. В июле 1941 вышла вторая расширенная редакция пресловутого приказа о комиссарах. Теперь расстрелу подлежали не только политруки, но изолировались активисты партии, офицеры, служащие еврейской национальности, интеллигенты. В дальнейшем их, как правило, расстреливали. Первая партия советских пленных, около 25 человек, прибыла в Дахау 3 сентября. Каждые две недели стабильно пребывало порядка 70 пленных. Многие расстреливались по прибытию. Четких критериев для определения опасных групп не существовало. Так, 15 ноября 1941 года оверштурмфюрер СС Мартин Шермер докладывал, что из чуть более 3000 советских военнопленных, находящихся в военном округе Мюнхена, 410 подлежат обязательной изоляции, 145 из них за то, что фанатичные коммунисты, 85 подстрекатели и воры, 69 интеллигенты, 47 неизначимо больные, 35 беглецы, 25 евреи и трое активистов и офицеров. Изолировали их в Дахау. В осень 1941 года около 3000 советских пленных расстреляли там же. Хотя многие до казни буквально не доезжали, погибали во время топирования в холодных вагонах. Коменданты концлагерей жалуются на то, что примерно от 5 до 10 процентов приговоренных к казни русских прибывают в лагеря мертвыми или полумертвыми, гласили отчеты в гестапо. Один из заключенных немцев надолго запомнил эпизод расправ. Было страшно, когда приговоренные к расстрелу русские забирались в грузовик, чтобы ехать на полигон. Один мне улыбнулся. Через час грузовик вернулся с одежды для дезинфекции. А вот она из дневниковых записей чеха Карла Казака. В последние недели были расстреляны советские офицеры. В течение двух дней, а именно с 8 по 11 сентября 1941 года, было расстреляно 82 из них. Когда заключенные, которые работали в крематории, спросили Эгона Циля, как им похоронить пепел этих несчастных, он велел, чтобы мусор этих большевистских свиней куда-нибудь вышвырнули. После казни расстрельную команду поощряли пивом, сигаретами, дополнительным отпуском. За все время этой практики известен лишь один случай, когда солдат отказался выполнять приказ. Карл Мидерлайн отсидел за это 7 месяцев в тюремной комендатуре Дахау, а после отправился в составе штрафбата на Восточный фронт. Всего через Дахау прошло около 250 тысяч узников. Порядка 70 тысяч из них были казнены, умерли от голода, болезни, пыток. Примерно каждый пятый из них — советские граждане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова